доброго времени суток вы на канале осознания мы говорим про пк интернет и в этом видео я вам покажу как можно ускорить ваш 3g или 4g lte интернет на модемах huawei при этом это видео будет полезно как владельцам старых ревизий 153 так и естественно новых ревизий 320 давайте приступим но прежде чем начать я хочу к вам обратиться с небольшой просьбой как ни странно у меня в этом году день рождения странно каждый год обычно она бывает но именно на этот день рождения я хочу получить подарок подарок от вас зрителей и подписчиков и данный подарок всего-навсего 10 тысяч подписчиков и вы можете мне помочь с этим просто-напросто поставьте лайк данному видео напишите 2-3 комментария на тему данного видео ну и не забудьте поделиться социальных сетях а если вы не подписаны естественно подпишитесь и активируйте колокольчик в режим все чтобы получать уведомления о новых видео ну а теперь переходим к самому видео давайте для начала самый простейший способ увеличить скорость интернета это взять юсб удлинитель и вывести модем на окно вон он там лежит при этом лучше не втыкать его в какой-нибудь юсб хаб потому что он лежит юсб хаб и он дает показатели ниже если же сам модем вот в компьютер это может привести к тому что у нас будет скорость даже до мегабита не доходить почему смотрите железобетонная стена компьютер стоит в углу на столе я его туда втыкал и скорость у меня было 0 205 мегабит с учетом того что это безлимитный скоростной интернет билайна как получить не публичные тарифы я рассказывал в отдельном виде естественно рассматривать вариант с антенной мы не будем но данное видео будет полезно для настройки собственно наших антенн когда вы ее будете устанавливать так как на современных модемах huawei это ревизия 320 есть еще 153 она лучше нету вывода не информации по сигналу не фиксации частот бэндов huawei американцы нагнули так что им пришлось закрывать свои любимые дырки но видео для владельцев старых вариаций huawei это е3372 и 8372 153 ревизии будет полезно вот ситуация мы эта ситуация большинства пользователей просто-напросто мы воткнули модем вот вывели его через usb удлинитель и имеем такой замечательный показатель что pink 36 скорость на скачивание 12 скорость на загрузку 15 но она варьируется у меня в этих пределах если просто воткнуть модем почему потому что будни москва с учетом того что это москва если у вас подмосковье то тут может быть вечером такая ситуация и скорость интернета у нас низкая из-за чего из-за того что нагрузка на сеть и модем не настроен вообще давайте будем его настраивать и смотреть что уже можно сделать многие кстати советуют воткнуть sim-карту смартфон взять ту или иную программу и посмотреть на какой час в каком месте у нас лучше всего ловит интернет и там разместить модем к примеру посреди комнате видимо на веревочке потолку это категорически неправильно потому что модем у нас сама не настраивается на частоты он убегает на первый band и будет висеть на нем сейчас потом скорее всего висит на первом бенде по умолчанию также не настроен выбор сети это идет выбор между автовыбор то есть это 3g либо 4g и он может просто переключиться на 3g так как считаю что 4g загружена а у меня прекрасный 4g тут прекрасно работают даже в момент загруженной сети ну что же давайте попробуем все это изменить а почему кстати не советую ориентироваться на телефон потому что телефон у вас будет бежать на 7 бэн может быть что на другом бенде абсолютно гораздо лучше скорость и тут нужно использовать научный метод называется метод тыка сейчас вы поймете о чем я давайте приступим так поехали первое что идем делаем это мы идем в интерфейс своего модема в моем случае это Huawei E3372H 320 ревизия в принципе каждый найдет это в любом модеме мобильная сеть поиск мобильной сети и вот здесь вот мы собственно должны выбрать давайте установим по умолчанию 4g что мы работаем только в 4g сохраним подтвердим и немножко подождем что могу сказать про выбор сети 3g или 4g тут смотрите сами что у вас есть но есть такой вариант что у вас может быть загружена полностью 4g сеть и иногда проще выбрать 3g сеть сразу ну я с таким сталкиваюсь редко у меня в москве собственно прекрасно 4g ловит на даче прекрасно 4g ловит поэтому я могу совершенно спокойно выбрать исключительно 4g давайте посмотрим а что у нас по показателям спид тестов будет если я просто выбрал 4g поехали смотрим выбор сети 4g пин уже поменьше скорость в пределах уже 20 мегабит как вы видите а не 12 но все равно 15-12 может скатиться но максимальная 20 мегабит сеть сейчас загружен показал 13 мегабит и на дачу 16-15 с этим понятно но можно получить гораздо большую скорость если более точно настроить модем но у нас есть одно большое но в старых ревизиях у вас есть отдельная настройка на бенды в новой ревизии ее просто нету также ее достроить нам нужен специальный скрипт создаете вкладочку на панели своего браузера название любое а вот в текстовое поле вы должны будете внести текст который я размещу в своем telegram канале отдельный текстовый файлик просто копируете текст и в раздел ссылки вы его вносите он довольно длинный это java скрипт который позволяет нам более точно настроить модем и посмотреть настрой те у кого старенький модем еще не отключайтесь тут тоже есть маленькие секреты по поводу настройки естественно смотрите что у вас какие часы показатели сигнала он выдает мы просто нажимаем ссылочку нас вот сверху появились собственно все эти значения у меня сейчас rs rp очень плохой в пределах минус 109 rssi в пределах 81 и simr 5 как работать с этим скриптом нажимаете на вот эту большую слово band и здесь по умолчанию стоит авто как вы видите окей нажму как вы видите он показывает на каком бенде он висит а по умолчанию все эти модемы обычно убегают на единичку так что если у вас модем вот по умолчанию вы посмотрели даже на телефоне что у вас телефон на 7 бенде точнее что у него хороший сигнал он может быть на 7 бенде на 3 бенде на 21 бенде какой бенд выбрать это можно довольно-таки просто найти вбиваем в яндекс либо google частоты мобильной связи лучше уточнить для какой страны потому что мне выдают естественно результаты лучше для россии ну если украины то тут будете смотреть сами иногда вам лучше всего использовать собственно метод тык и вот здесь собственно есть описание табличка вот это вот какие частоты какой это бенд и так далее они же у нас есть тоже довольно интересная информация какие бенды используют те или иные мобильные связи и к примеру замечательно сказано что у нас lte на бенде третьим работает быстрее всего в подмосковье ну и в москве в принципе тоже особенно убила и ссылочку на эту статью я аналогично размещу под видео своем телеграм-канале возвращаемся и нажимаем на слово бенд и я знаю что у нас третий бенд это как раз и частота 1800 я нажимаю цифру 3 нажимаю ok также я могу указать 3 плюс 7 у меня будет третий седьмой бенд например используется я собственно переключился на третий бенд смотрим что у нас уже rsrp минус 84 rssi минус 59 и синер 10 а был 5 давайте посмотрим что у нас на спид-тесте кстати первый вот такой тест на спид-тесте может показать неправильно потому что нужно раздуплиться интернету и спид-тесту тестируйте несколько раз и смотрите по каждому бенду какие у вас показатели собственно к 30 очки идет третий бы хотя телефон у меня я ставлю программу на телефон и у меня модем просто валяющийся на окне на третьем бенде 35 плюс 30 очку а на телефоне он идет на седьмой бенд если я сейчас поставлю 7 бенд у меня будет скорость пределах 20 мегабит почему потому что телефон вот к примеру лучше работает на седьмом бенде а модем почему-то на третьем бенде каждый бенд тестируем сами к сожалению у данного скрипта собственно есть такой нюанс что у нас 1 3 7 и 21 бенд или 20 я уже не помню по-моему по-моему все-таки 20 бенд но можно попытаться использовать 4 бенд и другие давайте попробуем но может этот скрипт не сработать давайте 18 примеру переключишься куда-нибудь нет не хочет остался на третьем бенде но вот собственно лучше всего использовать 3 бенд случае билайна либо 4g интернета в подмосковье и настроечку собственно в мобильной связи в случае если у вас более старый модемчик либо вы настроите какой-то роутер у вас могут быть собственно все эти настройки в случае новых модемов это нет также владельцам модемов 83 72 320 серии я вот не скажу есть ли этот работает ли этот скрипт или нет пробуйте я искал данный скрипт исключительно чисто под свой модем чтобы получить более хорошую связь и более быстрый интернет попробуем еще раз что покажет он будет в пределах 20 25 даже может быть и на 35 уходить и в районе тридцатки на загрузку тридцатки пошел 35 даже к сороками набитым а здесь будет в пределах 30 внешняя антенна нам может дать гораздо лучше показатели в своем прошлом видео когда я заревал полный комплект я показал что у меня там до 70 доходила скорость интернета но можно это еще немножко увеличить я сейчас открою окно и на москитную сетку собственно размещу сам модем ему не будет препятствовать окно а стеклопакет у нас может дать запахами сигнала до 5 дбай но одно но у вас пошел дождь у вас попала влага на модем и вы можете собственно распрощаться с модемом его замкнуло и все вот размещен на собственно москитной сетке и тридцаточка у нас практически стабильно идет с антенной внешней мы не рискуем модемом потому что у нас стоит антенна где-то на улице и к нам идут только провода естественно на случай грозы лучше всего еще разместить какую-то грозоза защиту отдельную но это можно просто взять и копать штырь в землю на полтора метра металлический не к нему кинуть кабель который будет прикреплен на какую-нибудь палку металлическую аналогично на кронштейне закреплен на который будет находиться выше и если ударит то ударит собственно в эту палку но кабель должен быть такой хороший но у меня на даче собственно никаких проблем нет есть деревья которые возле дома которые выше скорее всего ударит туда чем банты собственно ну 27 27 совершенно спокойно зафиксировал бэнд я имею плюс настроек исключительно на 4g давайте посмотрим что же у нас на 3g в москве только 3g но я не буду менять бэнд с 3 на какой-то другой но на самом деле тут тоже нужно экспериментировать методом тыка на какой частоте у нас показания будут лучше переключились возвращаемся на спидтест посмотрим что у нас в 3g будет нас со скоростью интернета 3g интернет гораздо ниже смотр что он выдаст нам по скорости в москве загруженная сеть но скорее всего загруженная у нас и на 4g в пределах 5 мегабит максимум доходил у меня до 10 мегабит но тут я не экспериментировал с бэндами тут может быть абсолютно другой бэнд эффективнее чем на 1800 посмотрим какие у нас есть бэнды на других частот я посмотрел что у нас более длинная волна то есть и 1800 900 мегагерц это первый бэнд переключился на него посмотрим что в москве на первом бэнде чем вообще должно быть как что у нас чем ниже частота тем скорость ниже но тем стабильнее сигнал собственно видите 4 и практически 3 было на третьем бэнде смотрим на первом бэнде что происходит возможно будет лучше иногда метод научного тыка нам помогает но проще иногда глянуть в табличку 3g интернет до двадцатки доходил но но сейчас 17 в районе 16 17 мегабит на скачивание 25 на загрузку это 3g интернет но мы поменяли просто бэнд на третьем бэнде у нас было 3g все плохо потому что лучше идет для 4g а вот на первом бэнде на которой обычно модем сам по себе любит перескакивать даже в условиях того что он настроен на 4g потом любит единичку перескакивать то есть это на 2100 и висеть там и мы а пардон уточню третий бэнд первый бэнд а восьмой бэнд да первый бэнд на 2100 не на 900 он любит туда ускакивать и мы получаем в 4g скорость меньше а в 3g точнее а в 3g больше собственно вот так настраиваете в случае если у вас более старые виде модема вам удобнее у вас есть отдельная настройка в настройках веб интерфейса самого модема случае новых ревизий используем скрип ну и кстати у кого новая ревизия 8372 h320 отпишитесь работает ли данный скрип потому что к сожалению проверить его на более топовой как они считают модели модема у меня возможности нет но более топовая модель у них стало хуже почему потому что ну что она умеет она умеет раздавать интернет до 10 устройств сама по себе то есть она еще как вай фай точка доступа действует модемчик но у нее нету внешних пиктейлов то есть невозможно к ней подключить внешнюю антенну без геморроя то есть без на файл какой-то пайки и так далее вот то что там внутри есть слабенькая антенка и они считают достаточно в более старых ревизиях коннекторы были и на том и на том но с данным комплектом идет который я обозревал в прошлом видео идет именно 3372 плюс роут то есть нам не нужно через модем раздавать интернет у нас этим будет заниматься и собственно на этом все ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал не забудьте активировать колокольчик не забудьте поделиться данным видео в своих соц сетях желающие могут помочь каналу материально ссылочки на бусти а также на данный шиналец и реквизиты в описании также у нас есть наш телеграм-канал в котором собственно будет текстовый файлик с тем самым скриптом для ускорения точнее для фиксации частот который позволяет ускорить интернет также у нас принципе там есть план получать всем пока